Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Вопрос 1368, том 4. Тема «Разбор выступлений Архимандрита Амбросия Юрасова». Книга 2, вопрос 32. О еретиках. Отвечает Амбросий Юрасов. Святитель Феофан Затворник говорит, что благодать от Бога одна, но действие ее троякое. Есть благодать призывающая, есть обращающая, есть освящающая. Конечно, Божья благодать всех призывает обратиться к вере. Христиане, составляющие разные конфессии, а этих конфессий около 22 тысяч, откликнулись только на призыв Божьей благодати, но дальше не пошли. Как пишет дьякон Андрей Кураев, Они подошли к порогу храма, заглянули в него, увидели, как там прекрасно, умилились и пошли всем рассказывать, проповедовать свою радость. Но все таинства полноты веры Христовой остались для них неведомы. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Редкие слова и очень нужны и требуют серьезного осмысления для православных в первую очередь. Благодать призывающая. Через что она призывает сектантов? Конечно же, не через Акафисты, не через православные богослужения, а через Святую Библию, которую они не выпускают из рук. Заглянули, конечно, они не в православный храм. И не дай Бог им заглянуть к нам. Такое они тут увидят. Сплошь и рядом не евангельское, а надуманное. И в первую очередь торговлю. Они заглянули через Святое Слово Божие на обетование Божие. И так как у них нет законно рукоположенного священства, то нет и таинств. Они остановились на первой ступени. Мы же, православные, мыслим о себе, что дошли до благодати освящающей. Но не было впереди ни призывающей, ни обращающей. Потому что не было у нас Слова Божия, которое пастыри так умно сумели спрятать от народа. Максим Исповедник говорил нападавшим на него еретикам. Как вы можете признавать Седьмой Собор, если попираете предыдущие шесть и не признаете их? Всюду и везде стоит стон от батюшек, которые видят, что у них за паство. Кого они допускают до причастия? Как пишет отец Амвросий в 64-м ответе, его исповедница имела 100 мужей и 80 абортов. Конечно, не все такие чемпионы, но народ весь ничего не знает о спасении как должно. И вот на это надо направить все силы, чтобы звучала чистая проповедь. Чтобы люди каялись поистине, принимая Христа в свое сердце, как своего спасителя, после длительной катехизации не менее трех лет. И тогда только будет действовать на нас благодать обращающая и достигнем благодати освящающей. Сегодняшнее же тысячекратное повторение слова «благодать» у Амвросия ровным счетом ничего не даст для мертвой массы. Священники Православной Церкви вообразили, что им дана вся мировая благодать освящающая, и она вся в их храмах, в их алтарях, и поэтому нет никакой нужды заботиться о проповеди и об обращении. В таком перевернутом виде представленное Евангелие перестает быть тем, чем оно должно быть – обращающим и оживотворяющим. Говорим, что чуток охромели дорогой, неподсудная малость отнюдь, как легко оттолкнуть вселогущего Бога, как непросто обратно прильнуть. Теплохладная хворь пострашнее проказы, гасит искры на самом лету, открывая стучащему в двери не сразу, запускаем потом пустоту. И глухи, и слепы нам светелка темница, и не просто этот мир голубой, не встречая его материнской десницы, нам не встретиться даже с собой. «Круговерть под луной, пожалеем скитайцев, и самим не попасть бы в беду, жить на стылой земле без тепла жизнодавца означает застыть на ходу». Иромонах Роман, 1999 год «Гот». 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 «Гот».